На предприятие я пришел в ноябре 1988 года. Получилось так, что моя половинка работала в Жодино, я работал в Велике. Познакомились мы знакомых на свадьбе, вот она, как порекомендовала мне, город молодой, перспективный, вела с тоже перспективное предприятие, ну вот я переехал сюда. Здесь женился, встроился на работу с лесором-электромонтажником в этот же цех, и работаю до сих пор, это уже 34 года, в ноябре будет. После окончания лицея я пошел служить вооруженной силой Беларуси нашей, после отслужил, немного отдохнул и решил устроиться работать на БелАЗ. Тут на данный момент и работала, и продолжает работать с моей тещей, мамой, жены, поэтому как-то сложилось так. Ну, плюс еще был резкий тогда подъем, именно на БелАЗе, поэтому понравилась перспектива, образование тоже подходило. Пришел на завод, посмотрели на объемы работ, на то, что нужно будет выполнять. Поэтому меня вполне устроило, и устроились сюда. Я сам с города Борисова трудился на предприятии гидроусилитель, 6 лет, тоже в должности термиста. Ну, ситуация там довольно сложная, и зарплату задерживали, зарплата маленькая была, ну, пришлось подыскивать другие варианты. Сюда устроился в 2004 году уже специалистом с 5-м разрядом, ну, могу вам сказать, сразу все понравилось. Предприятие большое, интересно все, карьерные самосвалы, это, ну, БелАЗ на уровне мировых производителей, так что и держит марку. На тот момент он держал, по-моему, около 30% мирового рынка. Ну, в 80-е годы еще было терпимо, еще полураспад был, но зарплата была и все остальное, но в 90-х годах союз распался, начались проблемы совсем. Ну, завод как-то смог выкрутиться, благодаря директору бывшему Александру Егорович, наш президент, категорически запретил продавать такие крупные предприятия, как Беларусь-Калий, БелАЗ, МАЗ, тракторные, по-моему, вот такие вот предприятия. Вот у нас в цеху была встреча с нашим коллективом работающим, с нашим президентом, вот он объяснил нам политику партии, что будем выкручиваться, будем делать все возможное. Было, конечно, проблем много, но по поступлению проблем решались они все потихоньку, потихоньку, но решались проблемы. Все потихоньку восстанавливалось, восстановилось, и работа пошла. Были и сложные времена на БелАЗе, непростые, но что понравилось, руководство предприятия делало все возможное, чтобы зарплату работникам платили вовремя и в полном объеме, даже в сложные времена. Вот это самое основное. Закупается новое оборудование. Вот когда я пришел в 2004 году, вот этой линии, к примеру, не было, она гораздо позже монтировалась. То есть идет эта самая, не только модернизация производства, но и его расширение, увеличение объемов производства. Вот. Так что все, стараемся идти ногу со временем. Есть и друзья и знакомые, которые работают в частных фирмах. Ну, они такую зарплату не получают, как я. Ну и плюс у них также нет никакой стабильности в работе. То есть сегодня ты работаешь и хорошо зарабатываешь, а завтра ты уже можешь искать благополучное какое-то другое место. Ну и уровень зарплаты с таким графиком, это, наверное, даже находясь в командировке, от Беллаза ездили на МАЗ. И там намного, так скажем, не так, как у нас. У нас более перспективно и более надежно. Моя работа заключается в термообработке металла. То есть подается деталь, сталь. То есть сталь – это сплав железа с углеродом. Изначально сырая сталь, она мягкая. И в зависимости от марки стали, от режима в термообработке, вы получаете нужную твердость. То есть тут для разных деталей разная твердость. Ну, для этого есть техбюро у нас хорошее работает. Пишут техпроцессы грамотно. Вот по этим техпроцессам и работаем. То есть основная работа – сделать качественную продукцию. Этот участок полностью компьютеризированный. Здесь, на этом участке, происходит цементация плюс закалка деталей. Цементация происходит тут на глубину порядка 1,8 мм. Вот на этих печах, ну а кольца подшипника, там большой цикл, там порядка 3 мм идет глубина цементации. Плюс потоп закалка. То есть цементация – это термопроцесс, то есть насыщение поверхностного слоя стали углеродом. Вот потом, после насыщения поверхностного слоя стали углеродом, происходит закалка. То есть углерод дает закалку. Вот. То есть увеличивается твердость детали. Тут печи температура – это 870 градусов. Для меня, я считаю, самое не то что тяжелое, ответственное – получить качественную продукцию. Ну, а так, вроде бы для меня ничего-то тяжелого нет. Самое приятное, когда получаешь конечный результат. То есть ты делаешь качественную продукцию и вот испытываешь чувство такого удовлетворения, скажем так. Предприятие «БелАЗ» – это только государству принадлежит. Когда государство контролирует предприятие, это… Ну, государству, когда является гарантом чего-то, это уже большой плюс. Сложилось, наверное, мнение такое, по крайней мере, о «БелАЗе», то, что государственное – значит стабильное – значит хорошо. У частных непонятно, что может быть. А здесь уже столько лет существует это предприятие, и больших изменений, мне кажется, не может произойти в худшую сторону именно. Поэтому насчет этого не переживал, насчет уверенности в будущем и прочего предприятия. Сейчас «БелАЗ» – перспективное предприятие. Есть зарплата, вовремя вообще платится. Работы сейчас, заказов много. Раз есть работа, значит есть зарплата, есть будущее что-то. Правильно? Спасибо за просмотр! Продолжение следует...